Среди любителей. Вот вы видите Александра Алексеева. Это вес спортсменов. Первый тяжелый до 91 килограмма. Это спортсмен из России. И его соперник, его соперник из Азербайджана, Вугар Алакпаров. Вугар Алакпаров. Я думаю, что это будет у нас второй раунд, потому что вы видите уже спортсмены стоят в своих углах и что-то им там секунданты нашептают. Ну вот, перед тем, как между собой. Сейчас я посмотрю, с кем они встречались. Есть ли у меня эта весовая категория перед этим боем. Что-то там со шлемом, по-моему, случилось. Или еще это только начало этого поединка. Да, это будет поединок с первого раунда, я вам хочу сказать. Перед этим боем Александр Алексеев выиграл у Виталия Михаенко, спортсмены из Украины, а Алакпаров победил спортсмена из Венгрии. Георджи Хаджиевича. Итак, что-то там случилось с рукой. По-моему, вот справедливый рефери открывает счет в этом случае. Продолжит или сможет или нет Алакпаров продолжать этот бой спортсмены. Да, он говорит, что он может, да, продолжать этот поединок. И вот все, внимание. Посмотрите, ну Неско, может быть, широковато держит сейчас ноги Алексеев. И снова рука вылетает у Алакпарова. И я думаю, что здесь уже сомнений в победе никаких нет. Вот сейчас посмотрим, что скажет. Да, рефери останавливает бой. Да и не может в угар Алакпаров, судя по всему, продолжать этот поединок. Таким образом, ввиду невозможности соперника продолжать бой, в полуфинал выходит Александр Алексеев. К сожалению, мы не увидели, дорогие друзья, этот интересный бой. Этого интересного спортсмена. Я не думаю, что у Алексеева здесь могли быть какие-то проблемы. Уж очень технично он всегда проводит поединки. И несмотря на свой вес, очень такой, знаете, чувствительный боксер, грамотный очень. И я хочу сказать, очень скромный. И тренирует его отец. И всегда везде с ним выезжает на все соревнования. И мне очень импонирует. Очень интеллигентный молодой человек. И он как раз является фаворитом, я хочу сказать, в этой весовой категории за звание чемпиона Европы. А кто кроме него еще? Дэвид Долан, спортсмен из Англии. Виктор Зуев, спортсмен из Белоруссии. Кубрат Пулиев из Болгарии. А у нас с вами, дорогие друзья, отдыхаем мы. Где наблюдаем за поединками 30... Вот вы видите, Кадрил Кардей, 51, и Николас Изорио. Весовая категория 51 килограмм. Кадрил Кардейл, спортсмен из Турции. И его соперник из Грузии. Николас Изорио. Итак, в красном углу. В красном углу. Спортсмен из Турции. И его соперник, спортсмен из Грузии. Развязались там боксерки, по-моему. 51 килограмм, напомню вам, вес. И фаворит здесь является Джером Тома. Вы видели, он проиграл. В общем-то, Георгий Балакшин прекрасно с ним разобрался. Вы сегодня видели это уже в самом начале нашей передачи. И теперь фаворит еще один есть, Александр Владимирович, спортсмен из Болгарии. Возможный медалист также Богдан Добреску, спортсмен из Румынии. А вот спортсмены, которых мы сейчас наблюдаем, они не входят пока в число фаворитов. И вот вы видите, поединок достаточно ровно проходит первый раунд. И вот за эту работу в область туловища должен был спортсмен из Грузии получить... Получить какие-то очки. Да, вот уже выравниваются очки, вы видите. Но вот перехватывает снова Кадрик Ардрелл. Инициатива опять снова все выравнивается. Давайте внимательно наблюдать за этим поединком. А вот здесь уже в конце раунда пока преимуществом в один удар. В два уже. Ну, в один удар, там 6-5 стало. Идет спортсмен из Грузии. Николас Изоря. Завершился первый раунд. Жур, достаточно активно спортсмены начали этот бой. Завершился первый раунд. Итак, вот вы видите, как готовят спортсмены сейчас секунданты из Грузии. И мне очень нравится Николас Изоря. И вот поединок в самом начале вы видели, где Балакшин выиграл у Джерома Тома, спортсмена из Франции. И вот неплохой, неплохой этот бой, который нам решили показать. И вы видите, как вышел агрессивно настроив себя на этот поединок спортсмен из Турции. Но не дает ему возможности Изоря действовать более продуктивно. Вы понимаете, потому что дистанцию прекрасная, и работа ног та же. И вот судьи-то оценивают мастерство этого спортсмена, что меня радует. Вы видите, на дистанции он умудряется уходить и наносить удары. Лишь бы вот весь мусор, который сейчас может быть, я извиняюсь, из ударов неподготовленных, не сказался. Видите, точно какие удары проводит спортсмен из Грузии. И вот где-то в углу промелькнуло очень знакомое лицо тренера в Грузии. Я был на международном турнире однажды в Тбилиси. Прекрасно там всегда организовано соревнования. Необыкновенное гостеприимство, которое оказывают грузины всегда всем гостям. Вы видите, как четко работает спортсмен из Грузии Николас Изоря. Ну, пропускает сейчас, пропускает. Завершается, завершается второй раунд. И туда-сюда, да, туда-сюда. Но все в рамках, так сказать, правил, все прекрасно. Безусловно, есть определенные погрешности нанесения ударов. Но пока количество-количество в пользу спортсмена из Грузии. Но очень упорно ему достался соперник с хорошим характером, с прекрасной тактикой, атакующей тактикой. Он все время как бы поддавливает Николаса Изоря. Но и после второго раунда преимущество осталось за Изорей. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, очень внимательно будем наблюдать с вами за следующими раундами. Третьим и четвертым. Серьезно, серьезно. Вот сейчас настраивают Кадри Кардела на этот бой. Ну, оба тут спортсмены упали. И тут что-либо сказать по этому поводу нельзя пока. Никак не могу я вспомнить тренера, вот второго секунданта в Грузии. Но я точно его знаю. Столько-столько имен, фамилий. Я помню. Ну, сейчас уже приходит акцентировать свое внимание на профессиональный бокс. И не всех любителей просто уже узнаешь. Но я хочу сказать, вот, очень грамотно подготовили спортсмена в плане техники и тактики. И он не очень-то хочет идти вперед, а на контрах пытается обыграть наиболее агрессивного соперника. Вот, если ему удастся, так сказать, сохранить силы. И вот даже лежа пытается, ну, ударить спортсмену. Тут так нехорошо. Я понимаю, что эмоции здесь, может быть, и перехлёстывают. Но нужно корректно все-таки проводить в поединке. И вот так без ударов тоже нельзя постоянно уходить назад. Потому что у судей это вызывает не очень положительные оценки. Удары. Удары должны быть. На отходах удары. Вот удары. И снова удары. Третий раунд. Третий раунд. И вы посмотрите, как актив... Вот удачная контратака. И разорвать её. Вы представляете, сколько сил нужно тратить спортсмену, который уходит назад? Но я хочу сказать, и... Ни в чём не уступают своему сопернику спортсмены с Турцией, которые постоянно идут вперёд. И удары должны быть мощные у спортсменов. Мощные, гораздо акцентированнее у спортсменов, которые уходят назад, чтобы это было видно всем судьям. Ну вот сейчас... Больше на нё... Прекрасный удар, да. И должны... Фиксировали судьи. Краем глаза я всегда смотрю, так сказать, на тот счёт, который нам показывают. Потому что это важный момент. Не все удары считают, к сожалению, судьи. Что-то там произошло со спортсменом из Турции, но не вовремя. Сейчас... Это вот темп в рефере разорвал. Но он должен посмотреть обязанность. Да на носу ничего страшного, по-моему, здесь нет. Встречает, встречает и Зория своего соперника. Но, повторяю, должен быть более... Молодец. 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 Кто-то там сейчас будет. Кто там случил? А, снова, по-моему, кровотечение у спортсмена. Из красного угла. Это у кадри Кордели. И вот врач сейчас будет определять. Вот вы видите, как... Ну, я думаю, что он разрешит этому спортсмену проводить поединок. Несмотря на то, что он... Вот нужно ещё знать английскизы каждому судья. Вот. Это обязательный атрибут. И так продолжается этот поединок. По-прежнему агрессивно очень проводят этот бой спортсмены с Турцией. И на контратаках не менее великолепно разбирается и Зория со своим соперником. И, конечно, может быть, если бы было больше ударов чётких со стороны Турка, и учитывая его агрессивность, вот, можно было отдать ему поединок. Но я хочу сказать, мне всегда импонируют спортсмены, которые уходят назад, проваливают своих соперников и очень чисто встречают. Не всегда может быть точный удар, но чистый удар. Вы понимаете? Не всегда сильный, может быть, акцентированный такой удар получается навстречу. Но здесь оба намахались, и поэтому оба падают. И вот ничего тут страшного пока нет. Последний раунд остаётся. И вот нужно его провести очень грамотно с тем, чтобы не потерять своё преимущество. Итак, всё внимание, всё внимание на этот интересный поединок. Итак, 25-15, разница в 10 ударов. Ну вот как, перекрывает буквально все пути к отступлению спортсмен из Турции. Кадри Кардель своему сопернику из Грузии Николасу Изория. Четвёртый раунд, четвёртый раунд. Любительский чемпионат Европы, напоминаю, пула Хорватия. Ну, тут, может быть, в какой-то степени сейчас использовал частично канаты Изория, но... Двойка хорошая была, и судьи заметили это всё. И вот сейчас тоже потрясён сейчас Кадри Кардель, несмотря на то, что он идёт постоянно. Вот видите, как грамотно. Ну вот, скажите, это искусство? Это искусство, которое демонстрируют спортсмены из Грузии. Вот за это и можно бокс любить. Агрессивный, очень сильный боксёр. Ни в чём не откажешь ему, ни в желании вырвать победу, ни в количестве ударов, которые он пытается нанести своему сопернику, но не всегда он попадает. И очень здорово уходит от ударов спортсмены из Грузии, завершая четвёртый раунд и весь поединок в свою победу. Ну там, по-моему, эмоциональные секунданты Николаса и Зори некорректно себя ведут, поэтому рефери попросил их из угла. Но в четвёртом раунде можно и не делать эти замечания, поскольку остаётся там несколько секунд, с тем, чтобы темп боя не срывать. Ну видите, как грамотно. Ну что, что вы? Разве откажешь в мастерстве сейчас спортсмену из Грузии? Ну видите, все удары точно. И там разница может достигнуть 20, по-моему. Вот уже перестали показывать даже это количество ударов, но остаётся там несколько секунд. И выиграл спортсмен из Грузии этот поединок. И выиграл безоговорочно. Молодец, молодец просто. Вот вам открытие, я хочу сказать, этого ринга. Никогда не видел до этого я спортсмена из Грузии на любительском ринге, но уже прошло достаточно много времени, и я не сужу там и не знаю всех спортсменов. Итак, Николас Изория побеждает в этом поединке с разницей в 20 очков, вы видите. И я очень рад за этого спортсмена. Я очень рад, вы видите. Эмоции прям буквально перехлёстывают этого спортсмена. Он заплакал, да. Ну вот, и зрители так же. А вот сейчас мы увидим бой Георгия Балакшина. Джером Тома. Это обзор, это того, что мы уже видели с вами, дорогие друзья. И побеждает в этом поединке Джером Тома. Прошу прощения, прошу прощения, дорогие. Георгий Балакшин. И вот как не пытался Тома, так сказать, перехватить инициативу, видите, снова действовал в контратакующей манере Георгий Балакшин и одержал заслуженную победу. Итак, Александр Малетин. Это короткий обзор того, что мы с вами видели. Харум Типахи, спортсмен из Германии. И здесь разница была в 20 очков. И главный судья остановил этот поединок. Ввиду явного преимущества здесь победил Саша Малетин. И я очень рад, я очень рад за этого спортсмена. Российский танк так называют. Итак, Магомед Ариб Каджиев и Евгений Макаренко. Знаете, что грамотно Макаренко этот поединок провел. И к достоинству этого спортсмена я отмечал уже его и разнообразную технику, и тактику. Победил здесь Евгений Макаренко. Итак, Димитр Селянов, спортсмен из Болгарии. Селянов. И вот вы видите его соперник из Румынии. Пытается, пытается вырвать победу. Но не хватило, не хватило. Не хватило сил. На этом я хочу сказать, мы заканчиваем, побеждая Стелянов. Заканчиваем свой репортаж из Хорватии, из Пулы. Комментировал поединки Николай Пучков, студия международной категории. Режиссер программы была Юлия Смирнова. Здравствуйте, сейчас новости из России. Здравствуйте, уважаемые любители бокса, телеканал Евроспорт. Порт-режиссер трансляции Наталья Цирлина, комментатор, судья международной категории Николай Пучков. Предлагают вашему вниманию четверсинальные поединки чемпионата Европы, который проходит в городе Пула, Хорватия. Сейчас мы с вами видим поединок весовой категории до 69 килограмм. Это средневесовая категория, где встречается Кавьер Наэль, спортсмен из Франции. Он в красном углу, и у него, вот видите, красная майка такая и белые трусы. И его соперник Дорел Симеон, спортсмен из Румынии. И судит этот поединок, обратите внимание, рефери из России Евгений Судаков. Я сам часто очень много судил этого спортсмена, но все внимание на этот раунд. Позже я, может быть, более подробно остановлюсь на этом. Вы видите, с разницей в 10 очков поединки ведет спортсмен из Франции Кавьер Наэль. Завершился этот раунд, и вот спортсмены уходят в свои углы. И вот сейчас вы видите, как очень внимательно французскому спортсмену что-то выговаривают секунданты, как он должен продолжать этот поединок. Ну, фаворитом в этой весовой категории, я хочу сказать, является Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион. И это, я хочу сказать, легенда России Олег Саитов. Вы помните, он был награжден переходящим кубком вала Баркера за свою технику, которую он продемонстрировал на Олимпийских играх. А у нас с вами продолжается этот поединок, и уже четвертый раунд. Вы знаете, что в любительском боксе теперь у нас 11 весовых категорий. И я вчера очень подробно останавливался на правилах, может быть, с некоторой долей критики. Но я высказывал, так сказать, свое мнение здесь. И я в течение 25 лет был, судил и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. И я очень хорошо знаю этот вид спорта. Но сейчас все внимание на ринг и все внимание на спортсменов, которые, повторяю, борются за выход в полуфинал. А это гарантия путевки на Олимпийские игры. И победа здесь имеет большое значение. И понятно, что напряжение и та борьба, которая постоянно сопровождает в каждой весовой категории эти поединки. И вы видите, сейчас активнее действует Дорел Симеон. А вы знаете, этих замечательных братьев, Мариан Симеон и Дорел Симеон являются братьями. Но вот еще есть спортсмен Виарел Симеон, который никакого отношения к братьям не имеет. Вы запомнили, может быть, мы сегодня его увидим еще. А может быть, нет. Он должен был боксировать на два боя, мне кажется, раньше по программе. Но мы сейчас начали свой репортаж шестого поединка этой программы. Или бой по пятой. И Кавриер Нориаль, спортсмен из Франции. Вот он в красной майке, в белых трусах. Красно-белой, будем говорить правильно, майки. И его соперник в синей майке, в синих перчатках. Дорел Симеон. В синем углу. Да, вот он пытается достать своего соперника, но удачно, удачно блокирует все атаки Кавриер Нориаль. Вы видите, с дистанции. И там разница в очках достаточно значительная была. И никаких, по-моему, проблем в этом поединке Кавриер Нориаль не имел. Таким образом, он вышел в полуфинал и, как минимум, стал обладателем, будет обладателем бронзовой медали, если он вдруг по каким-либо причинам проиграет. Но мы посмотрим, что там будет дальше. Итак, Кавриер Нориаль победил в этом поединке. И он гарантировал себе уже поездку на Олимпийские игры. Вы знаете, что... А может быть и не знаете, но я вам хочу сказать, что вот от Европы общее количество участников, которое должно быть допущено на Олимпийские игры, составляет 91 человек. Но я не буду подробно сейчас останавливаться, сколько человек в каждом весе. И сейчас мы увидим поведенок, где Олег Саитов будет проводить бой с Малказом Беркаташвили, спортсмен из Грузии. Итак, Малкаж Беркаташвили. Та же весовая категория. 69 килограммов. Очень ответственный этот поединок. И в углу неизменный тренер. Спортсмена Уткин. Который постоянно сопровождает на всех соревнованиях буквально своего спортсмена. Ну, тренер это отец родной, который буквально во всем помогает своему спортсмену. И перед тем, как он выходит на ринг, и во время его поединка. А уж о том говорить, сколько сил каждый тренер вкладывает в своего воспитанника. Ну, тут, по-моему, речь об этом не идет. Итак, давайте внимательно будем наблюдать за этим поединком. Первый раунд. Очень чувствительный Олег Саитов. Но я хочу сказать, что соперник у него также грозный. Первый раунд. Пока равный счет. Ну, в перерыве я скажу, как начинали эти спортсмены. Наконец-то мне прислали вот графики этих поединков. И здесь, в этом поединке, конечно, вот видите, как грамотно отступая назад, делая небольшие шаги назад, Олег Саитов проваливает своего соперника, не давая ему. И сам контратакует достаточно точно. И вот судьи все-таки умудряются заметить удары, которые проводит Олег Саитов. Мы по туловищу. И вот внимательно, вот сейчас в этом поединке, обратите внимание, дорогие друзья, и расслабьтесь, может быть. Вот. Этот бой будет очень серьезный. И здесь нужно обмануть своего соперника, поскольку Малхас Беркаташ Сашвили все время будет прессинговать. Это однозначно. И вот здесь нужно быть очень внимательным тем, чтобы не пропускать удары, и в свою очередь защищаясь, наказывать его. То есть продемонстрировать то искусство, в котором и заключается весь поединок. Не дать возможности своему сопернику активно проводить поединки, а самому наказывать его, давая возможность ему провалиться. И я думаю, что вот этой тактике, если будет придерживаться Саитов, то мне кажется, что проблем у него не будет. Но я хочу обратить ваше внимание, очень у него достойный соперник. Вот. И все внимание, дорогие друзья, мы должны уделить этому бою, потому что мы всегда верили в Олега Саитова. И он вот не подводил нас никогда, выходя на ответственные соревнования. Много судил я Олега Саитова в сборной команде России. Знаю, как тяжело достаются поединки этому спортсмену. И вот он может проиграть отборочные, скажем, соревнования, там все, но каким-то образом умудряется собираться. Это только одному ему известно, как у него это все получается. И вот на ответственные поединки он всегда выходит очень собранный и заряжен только на победу. Спортсмен из Грузии выиграл свой первый поединок у спортсмена из Армении. Затем он выиграл у спортсмена из Швейцарии. Саитов победил спортсмена из Швеции. Затем он выиграл у спортсмена из Германии. И вот четверть финальный поединок. И вот разницу вы видите. Она не такая большая, чем очков, но... Второй раунд. И вы помните, в Атланте стал олимпийским чемпионом Олег Саитов-3. Сыдные 64 года и получил кубок Вала Баркера. Но вот здесь поворачиваться все равно нельзя к сопернику с затылком. И мне кажется, не нужно здесь обмениваться ударами. Хотя вот наблюдая этот поединок со стороны, проще простого, казалось бы, об этом говорить. Но вот в такой переигрывать своего соперника, да, на дистанции моментально. Вот эти точные удары справа, слева джебы, которые разрушают и атаки соперника. И заставляют постоянно его быть в напряжении. Вот таким вот образом. И ни в коем случае, да, не стараться сблизиться с этим соперником. Потому что физически он выглядит, безусловно, сильнее Олега Саитова. Но вы знаете, что в боксе не всегда физически, да не всегда, подчас не всегда физически сильные соперники имеют свое преимущество. Над спортсменами, которые демонстрируют прекрасную технику и тактику в этом, проводя свои поединки. И вот эту технику сейчас и тактику прекрасно демонстрирует Олег Саитов. И разница в очках, вы уже видите, там, по-моему, 20 достигнут. И вот я уже не думаю, состоится этот раунд следующий или нет. Поскольку в 20 очков разница. И судьи могут, да, остановить этот поединок. Что, по-моему, и происходит. И здесь победу ввиду явного преимущества. Но вот сейчас грубо, безусловно, действовал спортсмен из Грузии. Вы обратили внимание, что он в правосторонней стойке боксирует. Я уж на этом не акцентирую внимание, поскольку знаю, насколько зрители подготовлены на канале Евроспорт, наблюдая постоянно поединки профессионалов. Итак, победу ввиду явного преимущества одержал Олег Саитов в этом бою. С чем мы и поздравляем Олега. Таким образом, Олег Саитов в полуфинале. Вот очень тепло его поздравил тренер из Грузии. А прежде чем мы увидим следующий четверсинальный поединок, мы отдыхаем. Один из братьев. Брат Дорелла Симеона. Так, начинается сразу этот бой. И все внимание на ринг. И очень уверенно вот оба спортсмена начинают этот поединок. Еще раз напомню, в красном углу и красной форме Гайдарбек Гайдарбеков. И он представляет Россию. И Мариан Симеон, спортсмен из Румынии. И вот здесь не очень спортсмены, так сказать, форсируют свои события. Оно чувствуется, что оба могут достаточно сильно провести акцентированные удары. И они знают друг друга без сомнений. И вы видите, счет там равный пока. Что и отвечает, в общем-то, характеру этого поединка сейчас. Ну, вы знаете, что Гайдарбек Гайдарбеков заслуженный мастер спорта. И он был финалистом Олимпийских игр, которые проходили в Австралии, в городе Сиднее. А вот Мариан Симеон здесь рассматривается также достаточно высоко. И вот в четвертьфинале жребий свел сильнейших боксеров. И вот здесь, кто в этом поединке одержит победу, тот и получает путевку на Олимпийские игры. И здесь нужно быть очень внимательным, собранным. Завершился. Видите, как быстро проходят раунды. Завершились две минуты. И спортсмены отдыхают в своих углах. Я позволю вам сказать, кто же были соперниками у Гайдарбека Малахбекова. Олег Машкин очень сильный. Он также рассматривался претендентом здесь на первое место. Но вот в первом поединке выиграл Гайдарбеков у него. Затем он встречался с Мамаду Диамбо, спортсменом из Франции. Также победил его. И вот соперник, с которыми вы увидите этот поединок сейчас, спортсмен из Румынии, Мариан Симеон. Но позже я остановлюсь на сопернике Гайдарбека Гайдарбекова. Скажу вам, с кем провел, с какими бойцами встречался Мариан Симеон. Итак, второй раунд. И все внимание на ринг, поскольку здесь борьба идет, так сказать, очко в очко. И я понимаю, что вот трудно здесь давать какие-то советы боксерам. Но мне кажется, вот у обоих не получается ближнего боя. А вот средние длинные дистанции вы видите. И тут не стоит опрометчиво только бросаться вперед, а нужно готовить свои атаки. И нельзя здесь пропускать удары, поскольку судьи очень внимательно следят за действиями обоих спортсменов. Вы видите, сразу после атаки Симеон пытается в ближний бой пройти. И пытается вот, ну, вязать просто Гайдарбека Гайдарбекова, просовывает ему руки, свои перчатки под руки. И не дает возможности боксировать. Ну, мне кажется, что нужно здесь также Гайдарбеку сделать выводы для себя. И просто встречать его, и стараться с ударами уходить. То есть не принимать на Симеона, а на себя. Но, повторяю, легко давать советы, наблюдая этот поединок. И совсем другое дело это ринг. Да, вот посвободнее. Удар и ушел. Можно даже оттолкнуть, как это иногда делал Олег Саитов. Да. И уходить после каждой атаки. То есть защитное действие. Вот что и демонстрирует сейчас Олег. Я понимаю, напряжение этого поединка огромное просто. Борьба за олимпийскую путевку. И вот здесь, вот здесь, в концовке второго раунда, безусловно, Гайдарбек, Гайдарбеков лучше своего соперника. И преимущество в очках мы уже видим, в чью пользу. Но все равно расслабляться здесь ни в коем случае не следует. И тренирует его Джафаров. Я хочу сказать, всегда, постоянно, так же, как отец родной, опекает своего воспитанника буквально. И вот, чтобы, по-моему, не волновать, не передать волнение, вот вы видите, Николай Дмитриевич Хромов, главный тренер нашей сборной страны. И вот самый ближайший помощник, коллега Василий Вольф из Нижневартовска. Благодаря, так сказать, очень удачной работе, вот, взаимодействии с тренерским составом, Николаю Дмитриевичу удалось создать команду, которая вот уже на протяжении четырех лет практически выигрывает все крупные соревнования. И на чемпионатах Европы, и вот, чемпионаты мира, и на Олимпийские игры. Вы не представляете, насколько это сложная работа в нелегких условиях, которые мы сейчас имеем. И вот, вам показали рефери, в руках у него электронная машинка, с помощью которой он подсчитывает удары. И вот разница в семь очков нам показали сейчас. И вот эту разницу нужно удержать, но удержать не просто, отдавая инициативу своему сопернику, а стараться вот по возможности наказывать за промечивые атаки Симеона. Спортсмен из Румынии выиграл первый бой у спортсмена из Словакии. Затем он победил спортсмена из Белоруссии, Андрея Михайлова. И вот это его поединок в четвертьфинале с Гайдарбеком Гайдарбековым. Ну, третий раунд. 25, там 13. Также я хочу сказать, что проходит достаточно вязко этот поединок. Спортсмены придерживают друг друга, выводят из равновесия. Ну, и вот навстречу получают постоянно Мариан прямые точные удары. И это сказывается, безусловно, на работе судей, чтобы не было никаких сомнений. Ну, и пропускать нельзя. Нужно быть внимательным. Вот, видите, устоял на ногах сейчас Мариан Симеон. Ну, вот судья сомневался. Нужно чуть решительнее и быстрее всегда действовать в рефере, чтобы и темп боя не прерывать, и чтобы спортсменам все было понятно, за что же он их наказывает. Хорошую атаку сейчас проводит Гайдарбеков. И ноги, ноги должны здесь работать. Все равно двигаться нужно. Я уже неоднократно говорил вам, дорогие друзья, движение это все. Не только в боксерском поединке и в жизни. Ноги после головы в боксе это все. Завершился вот этот раунд, и нам остается посмотреть. Или все уже, да, и бой. Быстро подошел к концу. Что там? Вы видите, какую мощную атаку сейчас проводил Гайдарбек Гайдарбеков. И, по-моему, там разница снова достигла. 20 очков. Я вот, наблюдая за этим поединком, как-то не уследил. Итак, Гайдарбек Гайдарбеков победил. Ввиду явного преимущества в третьем раунде, поскольку разница в очках составила на 20. Имеет право главный судья остановить. Ну что ж, мы поздравляем Гайдарбека Гайдарбекова. А у нас с вами перерыв перед тем, как мы увидим следующий бой. Вторая категория 75 килограммов, средний вес. И сейчас на ваших экранах Никола Жиеклица. А это его соперник. Никола Жиеклица представляет Югославию. А в синем углу Энди Ли, спортсмен из Ирландии. Вот вы видите. Ну, это, по-моему, фамилия рефери, который будет судить, показать. И сейчас мы с вами увидим бой. Также в четвертьфинальный поединок, в котором встречается, повторяю еще раз, в красном углу Никола Жиеклица. И Энди Ли, спортсмен из Ирландии. Очень сложная борьба, я хочу сказать. И это всегда, так сказать, чувствуется. Я помню, когда я был, судил чемпионат в Дании, в Велле, настолько напряженная борьба была, что вот до сих пор я вспоминаю все практически поединки, которые мне пришлось судить. И особенно финальный бой. Но об этом чуть позже. А сейчас первый раунд. Первый раунд. Все внимание на ринг. Я все равно буду высказывать свою точку зрения. Нравится она многим или не нравится любителям и функционерам этого замечательного вида спорта. Но мне кажется, что вот в эти годы, как раз, в 80-е годы, утратил свою зрелищность в какой-то степени этот вид спорта. И мне трудно сказать, с чем это связано. Вот меньше, может быть, стали внимания уделять хорошим комбинациям спортсмены, отточенным, с акцентированным ударом. В основном происходит вот обмен ударами, в который мало вложено смысла. А вы прекрасно знаете, я постоянно вам говорю об этом, что вот мастерство каждого боксера заключается в стремлении добиваться победы. Прежде всего, искусственными действиями, и в которых сильный акцентированный удар является завершением хорошо продуманной, отлично проведенной тактической комбинации. Вот это все взаимосвязано. И вот вы видите, я оторвался от этого боя, говоря вам о технике и тактике в боксерских поединках. И нисколько, так сказать, вот этот мой пассаж, ну, не отвлекает вас от того, что вы видите на ваших экранах. Грешат спортсмены, так сказать, нетехничными ударами, назносят удары зачастую открытыми перчатками. И в первую очередь, вот я подчеркиваю это, и, может быть, тренеры должны в первую очередь работать над этим. Каждый спортсмен должен иметь хорошо поставленный на тренировке акцентированный удар, который он может своевременно всегда запустить в дело. Если вспомнить нашего олимпийского чемпиона Вячеслава Лемешева, вот он и использовал этот удар и уже никогда не смотрел на своего противника, когда он проводил этот удар, зная, что тот не поднимется. Да и многие другие спортсмены. И Борис Кузнецов, олимпийский чемпион, который практически в открытой стойке всегда боксировал, который живет в Астрахани, и его почему-то незаслуженно всегда забывают. Ну, у нас с вами второй раунд, второй раунд, в котором встречается спортсмен из Югославии, Никола Жеклица, он в красном углу и в красной форме, и его соперник из Ирландии, Эндели. И вот вы видите, ведет ирландский спортсмен с разницей в три очка пока второй раунд, значит, еще тут ничего не сказано. Повторяю, что вес спортсменов до 75 килограммов, то есть это потенциальные соперники Гайдарбека Гайдарбекова. Если по сетке они попадают. Ну нет, сейчас я посмотрю. Нет, Гайдарбек Гайдарбеков не попадает с этими спортсменами в полуфинале. Итак, очень интересный бой. Я бы сказал, так уж, в кавычках. Но, во всяком случае, спортсмены на дистанции пытаются, так сказать, утвердить свое преимущество. Завершился этот раунд. Очень широко, на мой взгляд, спортсмены держат ноги. А это сокращает, так сказать, возможность быстро уйти, перейти к защитным действиям, клониться назад, делать шаг назад, когда широко расставлены ноги. Я почему обращаю внимание постоянно на работу ног, потому что это основа в боксе. Если тренер с самого начала поставит своему спортсмену нехорошую работу ног, то тут только вспоминать нам остается Виктора Рыбакова, который, ну, просто порхал на своих ногах, не пропуская ни одного удара практически, и награждая своих соперников точными кинжальными ударами. И постоянно говорю вам о том, как двигался в тяжелом весе Мохаммед Али, Рэй Шугар, Леонард. Это все эпохи. И в профессиональном... Ну, тут разделять уже эти два вида спорта, может быть, не следует, поскольку одно выходит из другого, как бы. Третий раунд, третий раунд, вот, 7 очков разница, которая ведет в этом повединке Энзели. И вот практически снова я акцентирую ваше внимание на том, что все удары, все удары преимущественно наносятся в область головы, но не раскрывают своего соперника, не действуют боксеры с уклонами, с нырками. С возможностью сбить дыхание сопернику, нанося удары в область солнечного сплетения, по печени и в область сердца. Об этом я также постоянно говорю. Это наиболее уязвимые места. Ну, вот разница уже достигла там, ну, 7 очков, приблизительно все так же. Ну, вот рассматривается Николай здесь, Жиекласа, как, ну, возможный, так сказать, претендент на медаль. Ну, в данном случае, вот, я думаю, что и вам, да и мне в большей степени импонирует и его соперник, который переигрывает. Вот, видите, несмотря на то, что он уходит назад, пропускает, безусловно, удары, ну, нет таких соперников, которые бы не пропускали удары. Какая бы искусственная, ну, может быть, Рой Джонс может себе позволять, убирая руки за спину, не получать удары. Ну, в данном случае, ну, сейчас преимущество по стороне Энди Лей. Вы его и видели только что на своих экранах. И вот очень трудный был, мучительный выбор у нашего главного тренера сборной страны, кого же из спортсменов в этой весовой категории. Делать на чемпионат Европы. Очень много достойных спортсменов в этой весовой категории есть в России. Ну, вот, выбор пал на Гридорбекова, Гридорбекова. Вот, и я думаю, что от боя к бою Гридорбеков будет у нас наращивать свое преимущество. Но я хочу сказать, делать какие-либо прогнозы в боксе вещь неблагодарная. И я позволю себе очень скромно, так сказать, просто наблюдать за поединками вот в этой весовой категории. А там поглядим. Ну, вот здесь прессингует, казалось бы, спортсмен в Юославе своего соперника. И вот вы видите, судьи и туда, и туда выставляют свои очки. Четвертый раунд, это заключительный раунд, и, естественно, здесь каждый пытается утвердить свое превосходство. Не промахивается сейчас, промахивается. Четвертый раунд, и вот наказывает снова Энди Лисового соперника. Он гораздо более грамотный. Вот видите, это отдельные попытки, это, скорее всего, исключение из правил, вот удар в область туловища. А если вспомнить Станислава Степашкина, который бил так по печени, что и локоть там не спасал. Он пробивал просто на своего соперника через локоть. Настолько акцентированно был отработан этот удар. И я хочу сказать, что работали над акцентом все спортсмены почти. И имели свой коронный удар всегда. Но я хочу сказать, вот на этот чемпионат Европы приехала очень большая группа поддержки из России. Это также, так сказать, несет определенный психологический климат в действии наших спортсменов. Ну вот и выиграл здесь этот поединок Энди Ливы. Видите, как он радуется. Радуются его тренеры. Итак, сейчас мы увидим поднятую руку победителя этого боя. Итак, Энди Ли. Энди Ли. Разница 8 очков. Поддерживает победу в этом поединке. А у нас с вами, дорогие друзья, перерыв. На ринге в Хорватии город Улай сейчас супертяжелая весовая категория. И мы наблюдаем с вами поединок, в котором встречается Сергей Рожнов, который представляет сейчас Болгарию. И его соперник Мариус Бог, спортсмен из Польши. Ну, я хочу сказать, что вот Сергей Рожнов представляет на этом ринге, так сказать, школу российского бокса. И вот, и он изменил, ну, свою национальность, будем так говорить, два месяца назад, выступая сейчас за Болгарию. И, ну, понятно, что Рожнов, может быть, не имел шансов быть первым в российской команде. Поскольку имеют, так сказать, в уме такие имена, как Александр Поверькин, Алексей Лезин, ну, и молодое дарование у нас есть Давид Аршба. Спортсмен, прекрасно выступающий на ринге, демонстрирующий великолепную технику. И очень хладнокровный спортсмен. Ну, давайте все внимание сейчас на первый раунд. Рожнов вот ведет уже с разницей в пять ударов. И незаметно было, как он их набрал. Пока. Да. Вот, несмотря на то, что вес-то спортсменов свыше девяносто одного килограмма, обратите внимание, как двигаются спортсмены на ножках. Особенно это касается Сергея Рожнова. Ну, вот сейчас на ваших экранах его соперник. Амариуш. О! Как же шли спортсмены к четверсинальному поведенку? Строжнов выиграл у спортсмена из Богославии первый бой. Затем у спортсмена из Белоруссии Александра Апанасонов. А вот его соперник, его соперник из Польши победил в первом бою спортсмена из Бакедонии. Затем он выиграл у Георгия Гавриила, спортсмена из Румынии. И вот это его третий поединок. И пока здесь Сергей Рожнов не уступает по очкам, мы это видим. И вот умудряется. Он в правосторонней стойке, вы также обратили внимание, боксирует на ринге. И опять вот умение разорвать дистанцию и на отходе сделать выход из ближнего боя. Спортсмены наносят два удара. Повторяю, не все боксеры умеют это делать. И вот в этих ситуациях также нужно тренером работать. На отходах тоже спортсмены должны, разрывая дистанцию, наносить удары. Ну вот преимущество сейчас на стороне Сергея Рожнова. Но оказался на полу тяжелый вес. Я думаю, что нам покажут сейчас повтор этого поединка. Что там произошло точно. Ну вы знаете, иногда вот здесь одно очко. По правилам. По современным правилам. Преимущество, вы видите, в 9 очков, несмотря на этот нокдаун, который отсчитал рефери. И по-прежнему Рожнов. Тяжело, повторяю, тяжело вот на ногах с таким весом двигаться. Но это обязательно нужно делать. И вот умение сочетать еще с передвижением удары. И вот это и главное в боксе. Не просто двигаться назад, уходя без ударов. Куда там, влево или вправо. Вот как часто делает Сергей Рожнов сейчас. Удары в первую очередь считают судьи. И они определяют победителя. Они прекрасны, скажем, в передвижении по рингу. Хотя это один, так сказать, из приоритетов. Вот мы в углу увидим. Помогает Олег Космодзинов. Это его воспитывание. В России его. Итак. Мы увидим еще несколько боев. В супертяжелой весовой категории. И я думаю, что увидим нашего Александра Поветкина. Напоминаю, что это четвертьфинальные поединки. И хотя многие зрители знают уже результаты в различных весовых категориях. И знают полуфиналистов. Я позволю себе не акцентировать свое внимание на этом. Поскольку у нас еще не были по нашему каналу показаны полуфинальные поединки. Многие, может быть, зрители не знают. И я об этом не буду пока говорить. Борьба за выход в полуфинал. А вы знаете, на какой жесткий отбор здесь на Олимпийские игры. И напоминаю, что общее количество участников на Олимпиаде должно быть 284 участника. И какая-то честь попасть на Олимпийские игры. Вы так же знаете. И вот победитель в четвертьфинале получает эту возможность. Ну, еще у нас, может быть, будут два международных турнира, по результатам которых будут выявлены наиболее интересные боксеры с тем, чтобы они приняли участие также в Олимпийских играх. Ну, давайте досмотрим третий раунд. Очень трудно, так сказать... ...знакомить вас со всеми новостями, которые есть вот в этом виде спорта, и комментировать то, что происходит на ринге. Но я повторяю, вы все прекрасно себе. Многие, я повторяю, может быть, даже лучше меня разбирают. Я не претендую, так сказать, в своих репортажах на, так сказать, Господа Бога здесь. Мне не все известно в этом виде спорта. Ну, вот, секунданты просят спортсмена сделать по шагу назад. Это команда Брэк, которую обязаны выполнять спортсмены по сигналу судей. Три команды имеют право рефери подавать в ринге бокс-столб Брэк. Ну, вот, сейчас устал, может быть, Сергей Рожнов. И, несмотря на большую разницу, которую он имеет вот в третьем раунде, и вот еще более того, получает замечание. Но предупреждение, прошу прощения. И за предупреждение вот снимаются с него какие-то очки. Завершился этот раунд, завершился. Я понимаю, что, безусловно, работа ног – это преимущество, конечно, в любом боксерском поединке, но вся эта работа, безусловно, должна сочетаться и с ударами. Так вот, я снова акцентирую ваше внимание, как будут представлены континенты в боксе на Олимпийских играх. Вот от Африки общее количество участников 60 определено, от Азии 62, от Европы 91, от Америки 60, от Океании 11, и общая сумма получается 284. Ну, понятно. Тем, чтобы исключить возможность попадания на Олимпийские игры, ну, прямо, скажем, так сказать, посредственных мастеров ринга, вот здесь и выявляются в этих отборочных соревнованиях, в частности, на чемпионате Европы, те путевки, которые получает спортсмен в случае выхода в полуфинал. Ну, то есть спортсмен, который получает бронзовую медаль, он по итогам вот чемпионата Европы завоевывает себе путевку на Олимпийские игры. Здесь все понятно. Каков уровень бокса, который демонстрируют соперники, вы также видите, дорогие друзья. А поскольку мне постоянно приходится сравнивать школы спортсменов, которые я наблюдаю в 60-х годах, и я хочу сказать, что вот тут небо и земля, будем прямо говорить, но каждое время, так сказать, выдвигает своих героев, и бокс в этом виде также не является исключением. Но, повторяю, вот надо отдать должное, тем не менее, работе тренерского состава под руководством Николая Дмитриевича Кромова, и вот президента Федерации бокса России Эдуарда Кусаинова делается все возможное, все возможное и невозможное, я хочу сказать, с тем, чтобы наши спортсмены нашей страны представляли достойно Россию на Олимпийских играх в Афина. И я вспоминаю то времена, когда Советским Союзом мы не выигрывали, а проигрывали в последнее время чемпионаты Европы, и вот тот первый чемпионат Европы россияне выиграли в 93-м году. Это было в Бурсе. И вот сейчас, мне кажется, потерялся как-то Рожнов в этом поединке, да, в конце он выглядел в некоторых ситуациях, да. Бой-то он выиграл, тут сомнений никаких нет, но распределил он свои силы, мне кажется, ну, не совсем грамотно. Но, повторяю, двигаться в таком весе, как это делает Рожнов, конечно, довольно сложно. Но, тем не менее, тем не менее, Победу в этом поединке Судьи отдают Сергею Рожнову. Вот вы видите, 33-25, 8 очков разницы. И мы поздравляем этого спортсмена и также желаем ему успехов. А перед тем, как мы увидим следующий поединок. Отдыхаем. Хорватия. 35-й чемпионат Европы среди взрослых. И на ринге Александр Поветкин. Вот вы видите, он в синем углу. И его соперник Никола Уясинович, спортсмен из Швейцарии. И сейчас или может быть это Югославия, где сейчас я посмотрю внимательно. И вот вы видите, спортсмен Никола был бы Ясинович. Правильно. Очень осторожно вот Поветкин начал этот поединок. Вот посмотрите, в тяжелом весе спортсмен. А он не пренебрегает этими вот уклонами влево, вправо, мягко так. Постоянно голова у Саши находится в динамике. И он, конечно, безусловно, фаворит в этом весе. Он дослуженный мастер спорта. И я хочу сказать, что вот в прошлом году он был признан лучшим боксером мира и Европы по итогам своих выступлений. И надо отдать должное этому спортсмену. У него великолепный бойцовский характер. Он не уступает буквально никому. Вот. И отработанные четкие удары, которые, безусловно, безусловно, оказывают, так сказать, деморализующее действие на его оппонентов. Ну, давайте все внимание снова на ринг. Что же здесь происходит? Вот так, видите, осторожненько делаем уклоны, нырки. И это не одно и то же. Ну, вот. Саша подбирается к своему сопернику, пытаясь его раскрыть и вот и нанести мощнейший удар. И ведь тоже соперник наблюдает внимательно за ним. Завершился первый раунд. Ну, вот без напряга, мне кажется, здесь как-то прошел этот первый раунд. И, безусловно, преимущество имеет Саша Поветкин. И вы помните его прекрасные победы над кубинским спортсменом Петро Кориона и Роберто Камарелли. Саша Поветкин оставил позади ветерана, если его можно, так сказать, назвать Алексея Лезина ветераном и достойно заменил его. И вот он обладает титулами чемпиона мира и чемпиона Европы. Итак, второй раунд. Второй раунд нашего с вами поединка в супертяжелой весовой категории. И Александр Поветкин ведет в этом поединке. Вот вы видите 11-0. И нет, по-моему, тени сомнения у Саши в том, что он может проиграть в этом бою. Но повторяю, всегда нужно быть очень осторожным и не пренебрегать защитными действиями, поскольку очень тяжелые удары супертяжелой весовой категории, вы знаете, больше 500 килограммов. И пока уж пряжем скажем, такого подавляющего преимущества держит безусловно Бабусиянович. Ну и Саша иногда придерживает. Вот видите, уж если быть до конца справедливым. неуклонный счет приближается к 20 и вот уже 20 есть. Завершился второй раунд и мне кажется, что этот бой уже не будет продолжен. Дальше разница у 20 очков. ну вот это тоже достаточно спорный момент в правилах. Я подробно вчера об этом говорил, я уже не хочу сегодня просто акцентировать внимание на этом. Может быть, это многим нравится или не нравится, но я высказал свое мнение и считаю его правильным. Итак, Александр Поветкин к радости всех болельщиков, которые переживали за Сашу, одерживает в этом бою победу ввиду явного преимущества. Вы видите во втором раунде, после второго раунда и выходит в полуфинал. У нас также завтра будут репортажи о поединках в полуфинале, поэтому я не акцентирую Ваш внимание в полуфинале. Отдыхаем. Хорватия из города Пула и сейчас увидим может быть заключительный бой, а может быть что-то еще нам предложат в нашей программе. Также в супертяжелой весовой категории вес спортсменов свыше 91 килограмма и вот точно кто сейчас обои встречаться. Итак, Роберто Камарелли, спортсмен из Италии и его соперник Дэвид Прайс, спортсмен из Англии. Итак, в любительском боксе вы все прекрасно знаете 4 раунда 2 минуты. И вот спортсмен судья из Германии, если я не ошибаюсь. Нет, из Венгрии, прошу прощения. Аштай наблюдает за этим поединком очень внимательно и что здесь было. Вы видите, как активно начал этот поединок Дэвид Прайс. И в начале Роберто Камарелли выиграл спортсмена из Германии в первом бою. Затем он победил спортсмена из Венгрии и вышел в четвертьфинал. Дэвид Прайс же в первом поединке победил спортсмена из Норвегии и во втором поединке он выиграл у спортсмена из Турции. Я думаю, что вот в лице этих соперников Саша может иметь серьезных претендентов. Вот вы видите, идет пока по очкам Роберто Камарелли. А вы знаете, какие неуступчивые итальянцы в поединках. Вот показывает рефери, делая замечание спортсмену из Англии в задержании. И очень быстро продолжается этот поединок. Вот завершается уже практически первый раунд. Но тут преимущество в семь очков у Роберто Камарелли. Я думаю, что это преимущество он сохранит. Но может быть какие-то коррективы сейчас в действие Дэвида Прайса и внесут. Вот секунданты, которых вы видите сейчас на ваших экранах. Но пока его приводят только в порядок. я хочу сказать, что Роберто Камарелли является спарринг-партнером Паула Видоза. А Паул Видоза вы знаете выступает в профессиональном боксе. И вот я хочу сказать Камарелли был в ферме в пенале чемпионата Европы. И такой бой очень трудный был у него. Или у Саши Поветкина. Итак, давайте мы давайте мы сейчас если мне не изменяет память по-моему с разницей там 4 очка выиграл Александр Поветкин. Давайте все внимание на этот поединок. Вы видите как может быть и размашисто боковыми ударами и открытыми перчатками наносит удары Камарелли но он является фаворитом в этом бою и в этом раунде и я думаю что тут мало у кого сомнений в том что этот поединок закончится в пользу в пользу Роберто Камарелло и вот не спасает ни рост ни длинные руки Дэвида Прайса хотя пока он еще так сказать умудряется их держать достаточно высоко вот обратите какое преимущество в росте в длине рук но не может он использовать это преимущество даже на дистанции несмотря на то что вот видите достаточно широко держит ноги и правильно выбрасывает вперед левую перчатку и левую ногу как бы не давая также Камарелло продвигаться вперед действует спортсмен из Англии но вот настолько быстро наносит правосторонние стойки вы видите Роберто боксирует Роберто Камарелло Камарелле и разница там уже достаточно ощутимая вы видели сейчас счет и вот тоже вы обратите внимание голова находится постоянно в динамике у Роберто Камарелло не просто он идет вперед небольшие уклоны влево вправо завершился этот раунд хорошую технику демонстрирует этот спортсмен и вот что значит основы основы которые с детства вложены где прекрасная работа ног где прекрасные защитные действия и где прежде всего анализ всех своих действий которые осуществляют разум спортсмен и вот этот разум постоянно должен присутствовать в голове какой бы ситуации ни находился спортсмен вы знаете насколько быстро здесь приходится по ходу боя принимать решение поскольку времени на все ну сотые доли секунды с тем чтобы не пропустить и вот защититься от своего соперника и самому в этот момент нанести удар вот повторные эпизоды которые нам показывали они как раз являются подтверждением того о чем я вам говорил только что трефери обратил внимание что не до конца сидение в углу было в безопасности выведено он поправил его и продолжил поединку рефери должен все видеть разлезали смешно уровки на боксерах у спортсменов правильно он наносит удары и причем действовать нужно так сделая замечание спортсменам всем чтобы не придираться к тем нарушениям которые они допускают машинальные нарушения которые не приводят к каким-то драматическим прямо скажем последствиям не выводят соперника из себя тем чтобы вот не прерывать темп боя поскольку поединок подвлекает очень быстро ну по-прежнему инициатива в этом бою у Роберто Камарелли вот посмотрите обратите снова повторяю о том что работа ног также хорошо поставлена у Роберто Камарелло он может позволить себе чуть назад отойти и мощнейшая атака сейчас была вперед и чувствуется что он анализирует ситуацию видите уклоняется от удара своего соперника несмотря на достаточно резкие джега вот и прямые справа которые пытаются Дэвид Прайс каким-то образом там сократить видите сбоку какой мощный удар сейчас был вот рефери открывает счет совершенно справедливо и несмотря на то что Роберто Камарелло прошу прощения Дэвид Прайс стоял на ногах он был потрясен этим мощным ударом в свое время рефери отчитал нокдаун в этом поедине завершился завершился третий раунд ну и сомнений по-моему ни у кого дорогие друзья в исходе этого поведенка нет и вот в полуфинале разошлись Александр Поветкин Роберто Камарелли и я надеюсь что вот завтра мы уже увидим отдельные полуфинальные поединки я вот точно знаю кто уже сейчас в полуфинале но пока не буду об этом говорить завтра мы все с вами в репортаже увидим и посмотрим как эти поединки будем проходить итак заключительный раунд финальный раунд и вы видите разницу почти уже там в 20 и вы видите снова пропускает Дэвид Прайс достаточно сильные удары от Камарелли и правосторонние стойки работают не очень удобно и боксер вот знаете видите он куда двигается вправо постоянно за левую руку Дэвида Прайса все профессионально делает этот спортсмен а это основы основы бокса это школа которую спортсмен должен в детстве уже получать и выполнять все правильно это видят судьи это видят зрители размашенство и тем не менее иногда все-таки наносит удары Роберто Камарелли повторяю перчатки должны быть у подбородка вот только на дистанции где там буквально два метра можно позволить себе опустить руки вниз и как-то передохнуть расслабиться два метра и все равно у подбородка не забывать о том что любой удар любой удар в этом весе вот видите пошел навстречу сейчас Дэвид Прайс заметно незаметно почти ударил нанес удар Роберто Камарелли и в очередном нокдауне оказался Дэвид Прайс и там уже разница вот 20 очков ну и 14 секунд там остается до конца раунда я думаю что дадут возможность этот раунд англичан довести до конца ну и никто по-моему не сомневался с первого раунда кто будет победителем в этом поединке и вот аплодисментами награждают любители бокса этого спортсмена я думаю что так же дорогие друзья вам понравился этот спортсмен ну и я думаю что очень интересным будет будем надеяться финальный поединок в котором встретится но повторяю еще нужно пройти полуфинал поэтому давайте мы пока повременим со всеми прогнозами со всеми прогнозами и дождемся полуфинальных боев о которых я вам стараюсь подробно также рассказать вы видите победил Роберто Камарелли в Италии и разница там в очках 20 что ж мы поздравляем этого спортсмена с замечательной победой так сказать Венец всему делу конец прекрасно прекрасно спортсмен из Италии против поединок а у нас с вами перерыв итак дорогие друзья мы снова с вами в Хорватии пули и у нас есть возможность показать вам поединки весовой категории до килограмма здесь будут верил он никакого отношения не мерит в Хорватии в Хорватии до Продолжение следует...